Она здесь, друзья. Прекрасная девушка, с которой вы хотите заговорить. Вы начинаете направляться к ней, и тут же в вашей голове мысль. Господи, на что она обратит внимание? Что ей понравится во мне до того, как я открою рот? Друзья, в сегодняшнем видео первые 10 вещей, на что девушки обращают внимание. Начну это видео с первобытного. Я говорю об инстинкте «бей или беги» в каждом из трех первых пунктов. Первое, она сделает вывод о вас уже по силуэту. Это мужчина или женщина? Она посмотрит на тело в целом. Вам нужен более мужественный вид? Как я всегда говорю, этого можно добиться, надев куртку. На мне простая кожная куртка, но она укрепляет мои плечи. Плечи более выражены, как и руки, грудь. Талия становится стройнее. Если вы надеваете рубашку, всегда застегивайтесь. Будьте практичными, если вы на улице. Или в офисе в пиджаке, застегивайте и его. Также можете надеть рубашку, которая увеличит ваши плечи, грудь, привлечет ее внимание. Потому что, когда она видит мужчину, приближающегося к ней, ее поведение может быть разным. Например, она будет больше вилять бедрами. Это характерно для возраста от 16 до 36. Это значит, она ищет себе приятеля, ищет партнера. Это будет ответом на инстинктивном уровне, что скажет о ее оценке вашего силуэта. Далее посмотрим на ваше телодвижение. А здесь нам нужно, чтобы вы не делали ничего, что может оказаться сюрпризом. Если вы прыгнете на человека, то и он подпрыгнет, потому что вы его напугаете. Это нормально, если вы его знаете и напугаете. Но другое дело, если это незнакомка, не стоит так поступать с человеком. Убедитесь, что ваше движение плавное. Если она рядом с вами у бара, смотрит на вас, вы смотрите на нее. Не закрывайтесь от нее. Будьте открытым. Обращайте внимание на язык тела. Это второе, на что она обратит внимание. Теперь третье. Она посмотрит на ваши руки. Снова это отголоски первобытности. Но она должна знать, что вы не будете ее бить. Да, я понимаю, что вы не будете причинять вреда или доставать оружие. Просто держите их на виду. Смотри, вот мои руки. Зачастую девушки меньше, чем мужчины. Они должны остерегаться ситуации, когда ее могут схватить, применить силу. Поэтому ей нужно видеть ваши руки. Мы разобрались, сбей или беги. Теперь рассмотрим то, на что она посмотрит, когда вы будете близко. Сразу же она посмотрит на ваше лицо, как отображение здоровья. Она сделает быстрые выводы. Подходящий ли партнер, захочет ли с ним общаться. Я не говорю, что вам нужно таращиться на нее, но нужно держать зрительный контакт. На что она обратит внимание сразу же. Она посмотрит на ваше лицо, по растительности на лице подумает о возрасте. Некоторым девушкам нравится щетина, другим – борода. Не всем девушкам нравятся бороды. Но я слышал от множества бородачей, что девушки сами подходят в баре и начинают гладить их бороду. Это прекрасно, потому что она будет вас трогать. А это более тесное общение. На барьер меньше. Просто посмотрев на ваше лицо, она сделает быстрые выводы. Отсюда переходим к следующему пункту. Улыбка. Господа, одна из самых простых вещей, которую вы можете контролировать. И так мало тех, кто делает это правильно. Я – один из них. Я очень плохо в улыбке, когда на меня смотрит девушка. Но у меня есть друг. Нельзя сказать, что самый привлекательный парень. Но он просто улыбался. Улыбка не была какой-то сумасшедшей, а просто милой в глазах девушек. Я помню, когда спрашивал у них, что они запомнили в Робе. У Роба великолепная улыбка. Она в сумме с другими вещами позволила вести разговор. Друзья, убедитесь, что вы улыбаетесь. Знаете, как это делать. Практикуйтесь каждый раз, когда на вас смотрит девушка. Потому что она на это и смотрит. Шестой номер по списку – одежда. Конечно же, она сделает быстрые выводы по вашему стилю одежды. И она посмотрит на размер, ткань и уместность. По этому пункту она сделает общий вывод уже на дистанции. Она такая, «Вау, как классно сидит на нем одежда. Круто выглядит. У этого парня есть вкус». Он меня заинтересовал. Я хочу узнать его поближе. Убедитесь, что вы одеты с иголочки с уместным видом. В статье по ссылке я написал больше информации, как одеваться правильно. У меня целый сайт этому посвящен. Не волнуйтесь, все узнаете. Далее, она посмотрит на ваши манеры, когда вы будете общаться с ней и с другими людьми. Вы вежливы с ней? Вы вежливы с другими? Вы сконцентрированы только на одном человеке? Как вы себя ведете? Развиваете ли вы разговор? Вы из тех, кто любит говорить о себе, и вам все равно на дела остальных? Будьте аккуратны. Ей не понравится такой эгоизм. Она посмотрит на ваше положение. Конечно, статус важен. Сможете ли вы размешить людей? Как вы с ними общаетесь? Вы тот человек, который важен людям? Все это важно. Она смотрит на то, как вы обращаете внимание на людей в разговоре. Вы из тех, кто будет игнорировать ее, рассказывая историю в компании товарища, или будете охватывать взглядом всех в компании. Девушки обращают внимание на такие малые детали. Далее, что девушки замечают в мужчинах, так это их языковые способности. Для нее это верный индикатор того, что происходит здесь, и будет ли она общаться с вами. Девушкам нужна большая картинка. У мужчины изначально есть список того, что нам нужно от женщины. Но если мы находим ее привлекательной, этот список выбрасывается в окно, и считаем, что мы нашли, что искали. У девушек по-другому. У них есть определенные представления о парнях, которых они ищут, и много завязано на их навыках общения. Ей нужен твой лексикон. Общаетесь вы на уровне четвероклассника, или вы способны поддержать разговоры высоком. Также на ваш акцент. Может, вы эмигрировали в США из Германии, Индии или Пакистана. Она обратит на это внимание, и что она скажет? Мне нравится, что этот парень путешествует. Также обратит внимание на ваш тон, что вы говорите, и какие эмоции этому соответствуют. Потому что, когда вам что-то предлагают, вы можете сказать, «Нет, спасибо». Или «Нет». Видите? Я сказал одно и то же, но как я это сказал? Уже другое дело. Она обратит на это внимание и сделает выводы. И да, они, возможно, не будут верны. Но так они устроены. Многое зависит от ваших навыков общения. Далее, на что женщины обращают внимание, это то, что она даже не видит. Запах. Большинство мужчин используют дезодорант, потому что они хотят плохо пахнуть. Но только 20% используют парфюм на постоянной основе. И это печально, потому что для девушек это важно. Это, что они любят. Если она запомнит ваш парфюм, и он будет ассоциироваться с вами, вы получите гигантское преимущество. Следующее, что женщины отмечают в мужчинах, это детали стиля. Подразделяются на 6 пунктов. 6 пунктов, о которых я говорил, и как все сочетать. И уже с этой точки зрения она посмотрит на ваши часы, браслет, кольца, на мелкие детали, как текстура ткани. Эта кожа дает ощущение мужественности. А если у вас свитер, девушки любят поверхность свитера. Почти все хотят его потрогать. Опять же, это часть первобытного. Наподобие того, о чем уже говорили. Вам нужны небольшие детали в стиле, которые моментально отправят сигнал о том, что этот парень инвестирует в себя. Он очень хорошо выглядит. Она посмотрит на вашу обувь. О, у него здесь немного замша. Очень хорошие ботинки. Все потому, что девушки обращают внимание на такие детали и судят по ним. Они более тонко это чувствуют. Зачастую, такие детали могут говорить о более высоком статусе мужчины, о большей власти, и более того, что этот парень по жизни обращает внимание на детали. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу прочитать в комментариях, что вы думаете об этом видео. Как мне сделать его лучше? Дайте мне знать. Я всегда стараюсь быть лучше.